Мамонта Митю в Салехарде Мамонт – звезда мегафауны. В его тени жили представители той же группы олени. Широкорогие или гигантские бегали дольше мамонта на 3000 лет, но тоже вымерли. Благородные и северные олени бегают до сих пор. Люди и олени – герои нашего фильма. Что археологи нашли и могут рассказать о человеке? Чем занимались, чего боялись и чем болели наши предки? Как человек-охотник стал оленеводом, а северный олень – домашним животным? Этот поиск партнерства для человека – это вообще очень важная эволюция человечества. Когда человек нашел пса, нашел коня, осла, верблюда, оленя, он стал хозяином планеты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У древнего охотника на мамонтов и гигантских оленей не взять интервью. Не спросить, как жизнь. Даже ямальские археологи еще не докопались до стоянок старше 8 тысяч лет. Известно, что во времена древних гигантов почти не было комаров. Деревьев, говорят ученые, тоже. Так, одинокие лиственницы стояли. Было холодно и сухо. Но птицы, потомки динозавров, уже чирикали. 10 тысяч лет назад на полуостров Ямал пришли тепло, лес и комары. Мамонты и гигантские олени вымерли. Охотники и северные олени остались. И стали присматриваться друг к другу. Куда олень, туда и человек. Олень идет за едой. Он идет в Тунтру поесть летом. Потому что там трава. Там, значит, у него нет конкурентов. Никаких, в отличие от тайги. И человек идет за оленем, его добывают и ест. Осенью, когда, значит, начинается похолодание, олень идет в тайгу на юг. И человек идет следом за ним. И вот таким образом человек и олень вместе ходили тысячи лет. Ямальские археологи раскопали машину времени от каменного до 19 века. На карте почти 100 археологических памятников. Если бы мы хотели узнать про жизнь древних рыболовов, сделали бы остановку на горном Самотнёле. Но нам нужен факт активной охоты на оленя. И это поселение Яркута. Здесь у меня в руках представлены наконечники копий, которые использовались именно для промысла оленя. То есть это была охота при помощи копий. И я уже говорил, что олень – это не только мясо, но и кости, и в первую очередь шкуры. И вот здесь у нас представлены, собственно, скребки, которыми эти шкуры выделывались. Причем на поселении эта группа артефактов составляет просто огромное количество. Их порядка 300 разных типов. И они использовались в очень большом количестве. Следующий пункт назначения – Усть-Палуй. В Салехарде буквально рядом с автобусной остановкой. Люди сюда приходили за 300 лет до нашей эры. Сакральное место. Зачем оно было нужно людям? Усть-Палуй – это перекресток культур. Оттуда или там сошлись пути. Совершенно очевидно, тундровиков – это, прежде всего, самодийцы, предки ненцев. И речных жителей Аби, которые жили в лесах, в тайге и на реках – это предки сегодняшних хантов, это углы. И, собственно, Усть-Палуй – это перекресток одного и другого. Усть-Палуй – жемчужина коллекции раннего Железного века не только археологов Ямала, всех северных стран. В Салехарде эта жемчужина долго находилась в ожерелье фундамента здания Гидропорта, потом жилого дома, гаражей и огородов. Скорее всего, археологи чувствовали себя счастливчиками, пахло сенсацией, а жители района раскопок – пленниками ископаемых глубин. Усть-Палуй, судя по всему, был съездом людей на древний экономический форум Арктики. Вокруг кострич сидели важные персоны тех времен. Статусные украшения из кости, металлические пряжки, железные ножи вынули археологи из культурного слоя раскопок. Тысячи осколков керамики усеяли Усть-Палуй. Археологи не собрали из них ни одного целого сосуда, потому что участники мистерии колотили посуду специально. Так они готовились к ритуалам жертвоприношений оленей и собак. На Усть-Палуй точно были кузнецы. Откуда они взялись и куда девались – непонятно. На Усть-Палуй нашли элементы упряжи. То есть люди уже не только ходили, ездили. Кто же возил людей на место мистерий? Собаки или олени? Хороший вопрос. Здесь, в центре, недалеко от современной бетонной лестницы, были обнаружены остатки очень мощного кострища. Вот прямо вот здесь. По раскопам Адрианова реконструируется прямо вот на этом месте. Приблизительно. Здесь же, неподалеку от этого кострища, Адрианова в свое время была обнаружена уникальная для памятника объект, который больше не повторялся нигде. Мы больше такого не находили. Это скопление из 12 или 14 приблизительно отдельно лежащих собачьих черепов. Вот это две наголовные пластины, налобные пластины детали упряжи оленя. Их немного на памятнике, но это очень важный показатель. И изучение этих предметов под микроскопом и сравнение с аналогичными предметами современных оленеводов или оленеводов 19 века, то есть с этнографическими коллекциями, показалось, что эти предметы соприкасались именно с волосом, со шкурой оленя. Волос оставляет след? Да, трение волоса. Вот это налобные пластины, а вот это, скорее всего, насчечная пластина, хотя она могла быть и также налобные пластины. Это все детали оленей упряжи. Археологи подчеркивают, что все-таки нашли там ритуальное захоронение собачьих голов, и, видимо, там много было собак в этом смысле. Вот был какой-то научный спор по поводу, все-таки это точно оленей упряжки? То, что это олени, вот эти предметы, то, что они связаны с оленем, это совершенно точно. Ну, Ванда Иосифовна Машинская, которая изучала коллекцию, привезённую Адриановым, она считала, что эти детали, они служили для тренировки оленя-манщика. А, собственно, весь транспорт был собачьим. Ну вот, например, Усть-Палуй, памятник Усть-Палуй. И там есть следы транспортного оленеводства, есть элементы упряжи. Одновременно там же есть захоронения, говорят, ритуальные захоронения собак. Почему, например, мы считаем, что транспортом был олень, а не собаки? Нет, собаки были транспортом, они были транспортом раньше, чем олень, до оленя. И, видимо, я думаю так, что человек, имея уже транспортных собак, по аналогии с этим, и оленя сделал транспортным животным. Возможно, это связано с тем, что он начал делать чума, которая очень, как вы знаете, тяжёлая и большая, эти вот шесты, все нюки, которые нужно перевозить на собаки, это перевозить. Ну, просто тяжело нужно содержать очень много собак. А олень – более сильное животное. Поэтому, возможно, вот как раз появление чумы привело к тому, что человек привлечил олень и стал использовать как транспортное животное. Тут были кузнецы, тут были мастера, тут производились сложные священные ритуалы, которые требовали длительной подготовки, но тут не нашли ни одного жилища. Совершенно верно. Мы не нашли здесь следов стационарных построек. Как так может быть? Производство есть, сакральные ритуалы есть. А где жили люди? А мы полагаем, что они здесь постоянно и не жили. А в чём они жили, даже если это 2-3 дня? В переносных жилищах. То есть у них уже были переносные жилища. Почему чум победил? Если говорить о чуме, то это действительно лёгкое, очень удобное. Почему удобное? Во-первых, потому что он рукодельное. Его можно изготовить до стеклеса, взял шесты. Произошло заклание оленя, ты его съел, а шкуры использовал для покрышек, для нюков. А нюки делаются удивительным образом удобно для сохранения тепла. Наружу мехом и внутрь мехом. И внутри от этого тепло. И снаружи не забавится. Вот эта двойная подушка создаёт вообще непробиваемость для мороза. А чум устроен так, что чем сильнее ветер, в открытых пространствах ветер достаточно сильный, тем сильнее чум прижимается к земле. Мы считаем, что на рубеже эр, в начале первого тысячелетия нашей эры, люди смогли освоить способ передвижения в оленье упряжки. Это не заимственная технология, которая пришла откуда-то. Это та технология, которая родилась между человеком и оленем здесь, на Ямале. Мы считаем, что благодаря вот этим артефактам, эта технология, которая была изобретена где-то здесь, это абсолютно местное изобретение. Конечно же, не на Успавлуйской площадке люди научились оленей запрягать в нарты. Это произошло где-то в ближайшей, условно говоря, округе, подразумевая ареал нижнего течения Аби, восточного приураля. Но это технология, которая родилась здесь. И об этом говорит ее все последующее развитие. Иногда специалисты даже путают оленя и лошадь, говорят о том, что оленеводы напрямую заимствовали навыки коневодства из степей. Это так? Это не так. Контакты были, но прямое заимствование невозможно. Это те, кто считает, что олень отличается от лошади только рогами. Это неправильно. У них совершенно разные этологии, разное поведение. Тысячи лет человек ходил по Ямалу пешком. Куда дошагал, там и обустраивался. Жил в полуземлянках, охотился и ловил рыбу. Две тысячи лет назад со времен Усть-Палуя полетел по тундре. Оленья упряжка несла летом нарты по влажному ландшафту со скоростью 10-12 км в час. Зимой от 30 до 60 км в час. И в средние века было зачем. Новгородские и другие товары привезли ушлые перекупщики. Невиданные в тундре украшения, посуду, предметы роскоши. Взамен хотели песцов и соболей. Союз человека и оленя окреп еще больше. Северный олень за тысячи лет практически не поменялся. Ученые говорят, что ноги у него стали длиннее, потому что вырос уровень снежного покрова. Он похудел. Миграционные пути изменились, стали больше и сложнее. А как изменился человек? Именно эту мумию нашли в 2001 году практически в последний день полевого сезона. Могильник зеленого яра. Мужчина. 151 сантиметр. От 45 до 55 лет. В берестяной лодке. В меховой одежде, головном уборе из росомахи. Лицо покрыто мехом и медной пластиной. Статусное захоронение. Болел аписторхозом. Два нижних зуба потерял, возможно, в драке. Умер своей смертью. Как он выглядел? Вот так вот он выглядел достаточно некрасиво. Ну да, у него, конечно, были уши. Все здесь видно. Нос. Но это все было деформированное. И увидеть человека, в принципе, невозможно. Ну вот методами, некоторыми нашими особенными, мы здесь можем убрать мягкие ткани, оставив только череп, кости черепа. То есть это компьютерная томограмма, она основана на рентгеновских лучах. То есть там делались микросрезы толщиной, там с наложением где-то всего лишь треть миллиметра. Зубы у них были достаточно хорошими. И вот непонятно, кстати, у него то ли травматического генеза был этот кариес, его не просматривали до конца. Вообще народы того времени, Крайнего Севера и здесь, они имели достаточно здоровые зубы. Там проблема была не в кариесе, а в стачиваемости зубов. А она из-за чего происходит? Ну, стачиваемость зубов из-за грубой пищи. Есть у антропологов термин – пищевая корзина древнего человека. Так вот, в корзине зеленоярца была практически одна рыба, причем сырая. Основная пища их была – это рыба. Это доказывается максимумом исследований. Именно питание сырой рыбы позволяло тогда и, возможно, и сейчас где-то, помогает вышить на Крайнем Севере в тех суровых условиях. Да, люди там могли себе приготовить, но не готовили, потому что они были в данном случае умнее. Они ели ее сырой. И болели эпистархозом? Ну, это было меньшее изол. То есть ты можешь болеть эпистархозом, но при этом жить до 55 лет. Допустим, зеленоярцы средневековья ели в основном сырую рыбу. Значит ли это, что они обходились без оленей? Человек зеленого яра и олень, они взаимодействовали, конечно, потому что в каждом погребении, в каждом захоронении, что в мужском, что в женском, что в детском, что в младенческом, всегда присутствовали фрагменты шкуры оленя. Всегда. То есть он играл существенную роль и в жизни, и в погребальных церемониях. 10-12 век. Городище Ярти-6. Археологи нашли помет оленя в жилище человека. Мы застали там в раскопках буквально избное оленеводство, когда в жилище обнаруживается, допустим, помет оленя. Это значит, что олень жил в жилище. Ну, такой совсем по-настоящему домашний олень. Это было еще не крупное стадо оленеводства, как это произошло в последующем. Но по нашим подсчетам, для того, чтобы жить на Ярти-6, при этом кочуя в южную часть Ямала, необходимо порядка 200 оленей в Таиме, на семью только. Но то количество стада, количество голов оленя, было, скорее всего, недостаточно для каких-то других торгово-обменовых отношений. Вот вы сейчас это главное слово сказали, торгово-обменные отношения. А все-таки олень становился главным предметом торговли или войны? Смотрите, скорее всего, торговля. С войной здесь не так все однозначно было. У нас по археологическим материалам предметы вооружения фиксируются в тундре. Я имею в виду сейчас 10-12 век, но не так интенсивно, как, например, в последующем. Олень – это очень важное и сильное оружие. Но не в том смысле, как выступает оружием боевой слом. А в другом. Олень создает мобильность. Если вы владеете стадом, особенно если вы отбили стадо у вашего противника, то вы фактически хозяин пространства. Вы ничего не боитесь. Вы владеете тундрой. Это ваше пространство. Вот такая скорость передвижения. Как меняла жизнь тундр? 3000 лет люди продвинулись, условно говоря, на 300 километров. А с появлением транспортного оленеводства и когда количество оленей достигло по меньшей мере 200, это позволило за 900 лет освоить полностью весь полуостров. Практически все поселения и городища, которые исследовали археологи, древние люди оставили, столетиями использовали и бросали. Почему? Вопрос очень на самом деле интересный. В 14 веке у нас наступает здесь малоледниковый период. Ну, не у нас, а в принципе наступает малоледниковый период. В тундровых памятниках известно фактически только одно поселение, которое связано с 13-14 веком. Все остальное, возникает ощущение, что люди просто элементарно перестают жить. То есть тут два варианта. Либо люди перестают совершеннейшим образом тут проживать практически, либо наоборот переходят на абсолютную мобильность такую, что начинают действительно кослать, кочевать и после себя оставляют минимум информации и становятся более похожим на тот, который мы сейчас знаем у кочующего населения. Андрей, я не могу это понять, потому что если изначально практика была все-таки какое-то жилище, все-таки какая-то стоянка, какое-то городище, а потом так или иначе это становится, может быть, каким-то торговым перекрестком или еще каким-то перекрестком, но все равно население начинает летать под пудрой, ну, условно летать и нигде не укрепляться каким-то стационарным жилищем. Это какая-то история наоборот. Это позволяет людям выживать. Когда олень стал домашним, а человек оленеводом? Ну, это случилось, на мой взгляд, примерно в 12 веке, примерно 800 лет назад. И связано это с тем, что в это время население Ямала начало активно взаимодействовать с новгородцами, которые пришли на Ямал за пушниной. И в обмен за пушнину они принесли металл, принесли ткани, которые были в дефиците у местного населения. И у местного населения появилась мотивация как можно больше добыть пушнину, то есть песца. А где больше всего песца? В тундре. Но в тундре песец живет круглый год. И человек, чтобы его добыть как можно больше, а главное, лучшего меха, который бывает только зимой, он должен был остаться на зиму в тундре. Но ведь еда уходила из тундры в это время, то есть олени-то уходили из тундры на зиму. И вот для того, чтобы остаться человеку на зиму в тундре и добыть как можно больше песца хорошего качества, он и начал каким-то образом, пока непонятно каким, удерживать вместе с собой часть оленей. А есть хоть какая-то версия? Чем можно удержать оленя? Ну, все знаете, что он любит соль. То есть можно было удержать его солью. Солью и хлебом. Да, и хлебом. Но вот где взять соль и хлеб в тундре в то время, это большой вопрос. Сегодня на Ямале живет более 500 тысяч человек. Это примерно 0,7 человека на квадратный километр. В округе выпасается самое большое в мире стадо оленей. Более 750 тысяч голов. Сколько было людей в средние века? Нет точного ответа. Возможно, одна тысячная на 100 квадратных километров. Сколько было оленей? Ответы найти вообще. Но жизнь и людей, и оленей в 17 веке изменил приход русских. Появился город Мангазея. Чем она манила местных? Хлебом и солью? Для Мангазеи, собственно, в старину была придумана хорошая эпитет золотокипящая царская очна, собственно, чем она и была. В трех словах это торговля, это ремесло, и это вот географические открытия. Судя по всему, в Мангазеи кипела жизнь во всех ее проявлениях. Исследователи находят долговые расписки на суммы, равные семи годовым жалованиям служевых людей. Люди в гарнизоне резались в азартные игры. А вот это вот шахматы? Шахматы. Шахматы тоже очень часто старались запретить, потому что шахматы тоже очень сильно проигрывались. Вообще вот эта вот археология азарта, вот красивое такое слово ведем, да, археология азарта, она очень интересная тема. Она видна у нас, проявляется уже и в памятниках местного населения, в средневековых, раннесредневековых. Но вот именно в Мангазеи это такой бум был на азартные игры, потому что вместе с русскими сюда пришел как раз таки весь этот азарт. Вместе с русскими на Обский Север пришли налоги в московскую казну и новые продукты питания – хлеб и соль. Эксперт говорил о том, что оленю нужно дать конфетку, чтобы заставить его остаться, например, зимой рядом с оленеводом. И конфетка для оленя – это соль и хлеб. Вот соль и хлеб – это товары Мангазеи или нет? Ну, вообще, в первую очередь, да. Самая главная проблема Мангазеи – это так раз таки поставки хлебной казны. Чем будем торговать с местным населением? Естественно, теми же самыми продуктами питания, в первую очередь. Хлебушек какой-нибудь, хотя бы в виде там муки и так далее, он в любом случае должен завозиться, потому что это то, что купят точно. Ну и, конечно, соль, потому что без соли, соль в то время – это вообще стратегический товар. Потому что самое главное, что дает соль, она не делает пищу очень вкусной, пригодной к питанию, кстати говоря. Если посмотреть на рецепты того времени, там вся еда для нас будет очень пресной. Прям иногда даже думаешь, ты вообще стал бы это есть или нет. Там какой-нибудь парной осетр без сего, вот просто это прям шик такой. Ну, думаешь, осетр – такая дорогая рыба, но он без сего, он просто на пару сделан. Вот будешь ты такой есть, я сомневаюсь. То есть соль стоила очень дорого? Соль, во-первых, стоила очень дорого, но самое главное качество соли – это его консервант. Килограмм соли – сколько это шкурок песца? Вот нет, такого у нас, к сожалению, с вами нет. И я боюсь, что таких источников у нас даже и не найдется. Но точно известно, что промысловики Пушнины и ее скупщики использовали для передвижения олени. В Мангазее найдены фрагменты упряжки, идентичные усть-полою. Мангазей – это такой вот форпост дальнейшего продвижения именно по северным территориям. Ну, естественно, если они их шли зимой, раз они идут за истоком, ну на чем? Они же не пешком идут, они идут на оленях. В самой Мангазейской коллекции довольно большая часть – это предметы оленной упряжи. То есть это вот такие пластины. Они очень похожи на более ранние. Археологические факты. Больше 7 тысяч лет назад люди на Ямале охотились в основном на северного оленья. Он жил небольшими стадами и был удобной добычей. Больше 2 тысяч лет назад люди стали использовать оленя как транспорт. К средним векам мобильность оленеводов кардинально изменила жизнь тундры, правила экономики и войны. К 17 веку сформировалось крупностадное оленеводство – феномен Ямальской тундры и сегодня. Оленеводы округа – авторы уникальных практик, признанный научный факт. Но каким образом произошло массовое домашнивание дикого оленя, ученые пока не дают точного ответа. Очень наболевший вопрос, как отличить дикого оленя от домашнего. Ученые всего мира, особенно, кто занимается в северном полушарии исследованием, и зоологи, и археологи бьются над этой проблемой уже давно. Изучая кости различных животных, мы наткнулись на странную вещь. Показатель азота у оленя был, как у хищника. Нонсенс. Олень не может питаться мясом, он не может питаться рыбой. Олень в основном питается травой. У нас специальная экспедиция была организована, этнограф специально поехал у нас. Он набрал и диких, и домашних, запаспортизировал про каждого оленя, про домашнего. Собрал данные, чем олень питается, какие у него пищевые предпочтения. И мы сделали уже довольно много анализов, и можно уже вот сейчас сказать, что у дикого оленя азот гораздо ниже, ну, на уровне белки. Совершенно случайно нам удалось нащупать маркер, который позволяет отличить кости домашнего оленя от костей дикого оленя и установить примерно время, когда человека домашним, это животное. Мы сейчас работаем пока с маркером, а до этого времени как бы на это внимание никто не обращал. Ну, все сначала говорили, что это, ну, наверное, ошибка. Мы перепроверили, никакой ошибки нет. Нам понятно, что сегодня Ямал по датам впереди Алтая и Саян в оленеводстве. И это не борьба, это не конкуренция, кто раньше и кто рекордсмен. Но мы можем говорить о самостоятельном культурном развитии ямальского пространства культурного. Могут сместиться даты. Я не исключаю, что дата может крупностадного оленевства или отдельных узлов очагов крупностадности может ответить чуть лучше. В данный момент мы сдали в Москву порядка 40 образцов, которые были получены в прошлом году в ходе этнографической экспедиции. И сейчас ждем результатов. Это будет прорыв. А дальше, что он смотрит на нас, он смехается? Конечно, он смехается. Мы же не знаем реально, что было тогда. Мы только можем строить некие концепции, понимание того, как это могло быть. Но оно могло быть и совсем не так. Редактор субтитров А.Семкин